Последние минуты футбольного матча — это то время, за которое может измениться весь жанр противостояния. Иногда у команд может не клеиться игра на протяжении большей части поединка, но под самый занавес футболисты находят в себе дополнительные силы и совершают настоящее чудо. Друзья, сегодня я расскажу вам о самых легендарных и сумасшедших камбэках этого сезона. Джейден Санчо может перейти в Реал, Дибала может стать игроком Барсы, Браим Диас может перебраться в Арсенал, а Марко Ройс, который официально покидает Боруссию, может стать одноклубником Месси или Роналду. Всего через три недели открывается трансферное окно, поэтому следить за всеми трансферами можно в моем телеграм-канале «Жизнь футбол». На втором канале вы будете в курсе всех результатов матчей, а на третьем канале можете посмеяться над футбольными мимами. Друзья, досматривайте видео, переходите в телеграм, увидимся там. Ну а сейчас я желаю вам приятного просмотра. В конце августа Манчестер Юнайтед принимал у себя дома Ноттингем Форест в рамках английской премьер-лиги. Уже к четвертой минуте команда Эрика Тенхага проигрывала 0-2 благодаря Тайва Авойни и Вилли Бали. За пропущенные голы болельщики винили 50-миллионного голкипера Андреа Нана, но это уже совсем другая история. На 17-й минуте полузащитник манкунианцев Кристиан Эриксон сократил отставание своей команды, замкнув прострел от Маркуса Рэшфорда. На старте второго тайма Манчестер Юнайтед грамотно разыграл стандарт и в итоге сравнял счет усилиями Казимира. На 67-й минуте Ноттингем Форест оставался в меньшинстве из-за удаления Джо Уоррала, который заработал пенальти. Бруно Фернандеш реализовал 11-метровый и принес своей команде победу. А ведь после столь ужасающего старта в манкунианцев практически никто не верил. В пятом туре группового этапа Лиги Чемпионов Севилья принимала у себя дома ПСВ Эйнтховен. Испанской команде было очень важно победить, ведь иначе андалузцы потеряли бы шансы на выход в плей-офф. Легендарный Серхио Рамос на 24-й минуте вывел родной клуб вперед, а в начале второго тайма нападающий Юсеф Энн Насери удвоил преимущество Севильи, реализовав выход 1 на 1. Для хозяев все складывалось отлично, пока на 66-й минуте не произошло очень важное событие, которое повлияло на дальнейший ход встречи. Вингер Лукас Акампас сделал грубый подкат и, получив вторую желтую, был вынужден покинуть поле. Севилья осталась в меньшинстве и уже спустя две минуты после удаления ПСВ воспользовался численным преимуществом. Исмаэль Сайбари ударил после навеса Серджио Деста и попал в самую девятку. На 81-й минуте команда из Айнховена сравняла счет, и случилось это благодаря автоголу Неманьи Гуделя, который срезал мяч в собственные ворота. Уже в компенсированное арбитром время ПСВ убежал в контратаку. Нападающий Рикардо Пеппи получил навес с фланга и отправил мяч в сетку ударом головой. ПСВ добыл волевую победу, которая, по сути, помогла команде выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Севилья же не только осталась за бортом 1-8 финала, а и не попала даже в Лигу Европы, финишировав на четвертом месте в группе. В этом сезоне Берлинский Унион впервые в своей истории принял участие в групповом этапе Лиги Чемпионов. Болельщики столичной команды наверняка больше всего запомнили домашний поединок против Браги, который состоялся во втором туре. Хозяева уверенно начали матч и к 37-й минуте имели преимущество в два гола благодаря дублю Ширальда Беккера. Фанатам казалось, что первая победа на турнире уже в кармане, но радоваться было рано. Перед свистком на перерыв Брага отыграла один мяч благодаря секуне АКТ, который сыграл на добивании и отправил сновят в пустые ворота. В начале второго тайма преимущество Униона и вовсе кануло в небытие. Футболист Браги Брума выдал пушечный удар с дальней дистанции и сравнял счет в матче. В оставшееся время берлинская команда имела несколько возможностей вырвать победу и забрать три очка, но, к сожалению, для немцев все получилось ровным счетом наоборот. Когда до стечения компенсированного ко второму тайму времени оставалось 20 секунд, Андре Каштру выдал бильярдный удар в угол и принес Браги победу. Унион же, в свою очередь, остался ни с чем, хотя победа была у команды в кармане. Лиссабонская Бенфика в пятом туре группового этапа Лиги Чемпионов принимала у себя дома Миланский Интер. У Орлов было мало шансов на выход в плей-офф, но, так или иначе, хозяева боролись хотя бы за попадание в Лигу Европы. Матч начался для португальцев довольно удачно. К 33-й минуте полузащитник Бенфики Жуау Марио оформил хэт-трик ворота бывшей команды. Лиссабонцы лидировали в счете 3-0 и, казалось, уже обеспечили себе три очка. Впрочем, лучшая команда этого сезона серии А была настроена сделать камбэк. На старте второго тайма Марко Арнаутович сыграл на добивании и сократил оставание Интера. Спустя семь минут после гола австрийца полузащитник Давидо Фротези замкнул навес левого фланга и заставил футболистов Бенфики всерьез занервничать. На 71-й минуте Интер заработал пенальти, который взялся исполнять Алексис Санчес. Чилийский форвард без проблем разобрался с галкипером и сравнял счет. За 4 минуты до конца основного времени Бенфика осталась в меньшинстве из-за удаления Антонио Силвы. Ко второму тайму Арбитр добавил 9 минут, и у Интера была возможность сделать камбэк еще ярче. Вот только, к сожалению, полузащитник Никола Борелло в компенсированное время попал в штангу и не смог принести Интеру три очка. К слову, Нарадзури в итоге финишировали вторыми в группе, а в случае победы над Бенфикой могли занять первую строчку в квартете. Домашний матч против Кадиса в нынешнем розыгрыше Ла Лиги заметно потрепал нервы болельщикам мадридского атлетика. Уже к 27-й минуте команда Диего Симеона уступала в счете 0-2 и имела призрачные шансы хоть на какие-то очки в матче. До конца первого тайма матрасники смогли сократить отставание до минимума. Постарался Анхель Кореа, который нанес точный удар головой после передачи Сесара Аспликуэты. На старте второго тайма свое имя на табло записал другой аргентинец. Защитник Науэль Малина сыграл на подборе и нанес удар по воротам с довольно сложной позиции. Мяч попал в лежащего игрока Кадиса, а затем залетел в сетку. Таким образом счет сравнялся, но атлетика не хотел на этом останавливаться. На 66-й минуте все тут же Кореа замкнул прострел в пустые ворота и, оформив дубль, вывел свою команду вперед. Вплоть до финального свистка цифры на табло так и не изменились. Атлетика совершил впечатляющий камбэк и забрал три очка. Домашний поединок Премьер Лиги против Астон Виллы складывался для Манчестер Юнайтед этого сезона. Команда Эрика Тенхага к 26-й минуте пропустила пару голов со стандартов и горела в счете 0-2. Астон Вилла к концу декабря уже являлась претендентом на попадание в ТОП-4 и Бирмингенский клуб редко упускал преимущество в два гола. Тем не менее, болельщикам на Олд Траффорд удалось увидеть небольшое чудо. Команды ушли на перерыв с тем же счетом 0-2, но уже во втором тайме игра перевернулась с ног на голову. На 59-й минуте вингер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарнача замкнул передачу с левого фланга, отыграл один мяч и вернул интригу в противостояние. Спустя 12 минут молодой аргентинец сравнял счет с помощью рикошета и оформил дубль. Но на этом еще не все. На 81-й минуте нападающий Расмус Хьюйлунд после подачи углового подкараулил отскок в чужой штрафной площади и точным ударом забил свой первый гол в АПЛ. Между прочим, 74-миллионному датчанину на это потребовалось целых 15 матчей. Как бы там ни было, Расмус не только забил важный для себя гол, а и принес Манчестер Юнайтед драматичную победу. Мадридский Атлетико подходил к четвертьфинальным матчам Лиги Чемпионов против Дортмундской Бороссии в статусе фаворита. Все были уверены, что испанская команда пройдет дальше. Во-первых, за последние 10 лет Шмели ни разу не выходили в полуфинал Лиги Чемпионов, тогда как Атлетико делал это 4 раза. Также матрасники в 1-8 выбили Миланский Интер, который являлся финалистом прошлого розыгрыша турнира. И к тому же тотально доминировал над соперниками в этом сезоне серии А. В первом матче с Бороссией Атлетико одержал минимальную победу 2-1, хотя мог добиться более комфортного преимущества перед ответной встречей. На 34-й минуте нападающий Дортмундсов Юлиан Брант сравнял счет по сумме двух игр, а до свистка на перерыв арендованный у Челси Ян Матсон и вовсе вывел Бороссию вперед. Атлетико легко мог после этого посыпаться, но на старте второго тайма матрасники смогли забить благодаря автоголу Матса Хумельса. На 64-й минуте нападающий Анхель Корея выдал мощный удар под перекладину и сделал счет 2-2 в Дортмунде. Атлетико вышел в лидеры по сумме двух матчей, и учитывая умение Диего Симеона сушить игру, многим казалось, что мадридская команда своего не упустит. Впрочем, Бороссия не собиралась сдаваться. На 71-й минуте нападающий Николас Фюлькрук после подачи Марселя Забицера нанес великолепный удар головой и вновь восстановил паритет по сумме двух матчей. Спустя 3 минуты в роли бомбардира выступил уже сам Забицер. Австриец точно пробил в правый угол и вывел Бороссию вперед. В оставшееся время Дортмундский клуб грамотно отоборонялся и забрал путевку в следующую стадию. Шмели впервые с 2013 года вышли в полуфинал Лиги Чемпионов, и болельщики были в восторге от этого события. Домашний матч премьер-лиги против Вестхэма начинался для Нью-Касла очень даже хорошо. На пятой минуте хозяева заработали пенальти и вышли вперед благодаря точному удару шведского форварда Исака. Вот только затем все пошло не по плану. На 21-й минуте Вестхэм сравнял счет усилиями Майкла Антонио, а до свистка на перерыв вышел вперед благодаря удару Мохаммеда Кудуса. Начало второго тайма тоже вовсе не обрадовал Нью-Касл. Нападающий Вестхэма Джаред Боуэн оказался на ударной позиции и удвоил преимущество своей команды выстрелом в дальний угол. Казалось, сороки окончательно посыпались и уже не смогут вернуться в игру. Но на самом деле команда Эдди Хау не собиралась опускать руки. На 67-й минуте тренер сделал важную замену, выпустив вингера Харви Барнса вместо Мигеля Альмирона. Спустя 10 минут после этого Нью-Касл получил второй пенальти. Исак оформил дубль с 11-метровой отметки и сократил отставание до минимума. Дальше на сцене появился вышедший на замену Барнс. На 83-й минуте воспитанник Лестера вышел один на один с Лукашем Фабьянски и сравнял счет, отправив мяч между ног голкипера Вестхэма. На этом англичанин не остановился. На 90-й минуте, когда, казалось, ничего не предвещало беды, Харви нанес сильнейший удар в угол с дальней дистанции и принес Нью-Каслу воревую победу. Барнс выдал, пожалуй, свое лучшее выступление в футболке Нью-Касла. Игра на домашнем поле против Леона была очень важной для Лилля, который борется за попадание в Лигу чемпионов. Хозяева поля к 37-й минуте имели преимущество в два гола, которое держалось вплоть до середины второго тайма. На 65-й минуте вингер Леона Саид Бенрахма нанес точный удар в дальний угол и сделал счет 1-2. На 82-й минуте гости смогли восстановить паритет усилиями Малико Фафана, который замкнул прострел в пустые ворота. Впрочем, радость Леона длилась недолго, ведь спустя две минуты Лиль вновь вышел вперед после подачи стандарта. Бафаде Диаките прошил вратаря ударом головой и оформил дубль. В тот момент мало кто верил, что Леон сможет провернуть еще один камбэк. Но произошедшее в концовке встречи шокировало буквально всех любителей французского футбола. На 88-й минуте нападающий Леона Александр Ляказет сравнял счет, расстреляв голки перасубойной позиции. Но это еще не все. В компенсированное арбитром время другой форвард гостей Мама Бальде нанес точный удар головой и принес Леону невероятную победу. До конца матча оставалось еще более пяти минут, но других сюжетных поворотов больше не последовало, и Леон вырвал невероятную победу. И на шестом месте внезапно расположились два очень похожих матча. Домашний поединок чемпионата против Сельты выдался очень напряженным для каталонской Барселоны в конце сентября. Синегранатовые долгое время не могли распечатать ворота соперника, хотя моменты для этого у команды были. К финальной десяти минутке Барса проигрывала на своем поле 0-2, и болельщики слабо верили даже в ничью. Впрочем, сами футболисты не планировали сдаваться. На 81-й минуте нападающий Жуау Феликс отдал элегантный пас на Роберта Ливандовски, который перебросил вратаря и сократил отставание своей команды до минимума. Спустя всего три минуты в роли ассистента выступил другой Жуау. Правый защитник Канцеллу прострелил с фланга, и Роберт Ливандовски сравнял счет, оформив дубль в поединке. По истечении еще пяти минут Канцеллу вновь отметился результативным действием, только на этот раз португалец стал галеодором. Полузащитник Гави увидел открывание Жуау в центре и отдал изумительную передачу на португальца. Фуллбэк Барселоны хладнокровно пробил в одно касание и принес синегранатовому победу. Этот матч наверняка можно считать лучшим для Канцеллу футболки Барса и по сей день, хотя эту игру можно и вовсе назвать самой яркой на эмоции для Барселоны в этом сезоне. Ну а второй камбэк был оформлен главным конкурентом Барсы. В январе этого года Мадридский Реал в рамках очередного тура чемпионата принимал у себя дома одного из аутсайдеров Ла Лиги в лице Альмерии. Гости шокировали команду Карла Анчеллотти и ушли на перерыв с лидерством в два безответных мяча. На 55-й минуте арбитр матча назначил пенальти, разглядев на повторе игру рукой в исполнении игрока Альмерии. Лучший бомбардир Реала Джуд Беллингем реализовал 11-метровый и сократил отставание в счете. Чуть позже Альмерия забила третий, но гол был отменен из-за фола на ранней стадии атаки. На 67-й минуте обладающий Реала Венисюс Джуниору сравнял счет ударом плечом после навеса. Арбитр проверял взятие ворот на наличие игры рукой, но в итоге не стал лишать сливочных забитого гола. Реал долгое время никак не мог сравнять счет. Тем не менее, решающий гол пришел, когда до конца компенсированного времени оставалось чуть более двух минут. Джуд Беллингем сделал скидку головой на дальнюю штангу, а правый защитник Дани Карвахаль поразил пустые ворота и принес Реалу волевую победу. И да, этот матч стал самым скандальным в этом розыгрыше Ла Лиги. После матча было много шумихи из-за некоторых решений арбитра в пользу сливочных. Но команде Карла Анчелотти было все равно. Выездной матч с Копенгагеном в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов был очень важным для Манчестер Юнайтед, ведь от результата этого поединка зависел выход команды в плей-офф. Манкунянцы очень бодро начали поединок. К 28-й минуте нападающий Расмус Хейлунд оформил дубль, и тогда казалось, что победа у англичан уже в кармане. Тем не менее, положительный результат оказался под большой угрозой, когда на 42-й минуте Маркус Решфорд получил красную карточку. Копенгаген после этого словил кураж и перевернул игру еще до перерыва. Сперва Мохаммед Эль-Юнуси замкнул передачу с левого фланга и сократил отставание до минимума. А уже в компенсированное время датчане заработали пенальти, который успешно реализовал Диого Гонсалвис. Манчестер Юнайтед не стал сдаваться, и во втором тайме был полон решимости вытащить победу в меньшинстве. В середине второй половины встречи защитник Копенгагена сыграл рукой в собственной штрафной, и судья после просмотра повтор указал на точку. 11-метровый без проблем реализовал капитан Бруно Фернандеш, и англичане вновь оказались впереди. Манкунианцы после этого сели в оборону и некоторое время успешно защищались, но на 83-й минуте полузащитник Копенгагена Лукас Лерагер оказался на убойной позиции после навеса и сравнял счет, поразив ближний угол ворот Анана. Ничья была для Манчестер Юнайтед плохим результатом, но не катастрофой. Тем не менее, все еще было впереди. На 87-й минуте игрок Копенгагена Руни Бардакжи сыграл на подборе в чужой штрафной и забил победный гол для своей команды. Болельщики датчан находились в полном восторге, ведь их любимцы смогли добыть драматичную победу над бронзовыми призерами АПЛ. В оставшихся двух турах чудо не состоялось. Манчестер Юнайтед потерял очки с Галатасараем и Баварией и не смог выйти в плей-офф. А вот Копенгаген финишировал вторым и впервые с 2011 года сыграл в 1-й восьмой финала Лиги Чемпионов. Противостояние 1-й восьмой финала Лиги Европы между Ливеркузенским Байером и Карабахом подарило болельщикам настоящее зрелище. В первом матче на стадионе имени Тофика Бахрамова хозяева сенсационно лидировали 0-2, но фармацевты смогли отыграться усилиями Флорина Вирца и Патрика Шика. Многим казалось, что команда Хаби Алонца без проблем разберется с Карабахом на своем поле, но соперники вновь нашли чем удивить чемпионов Бундеслиги. К 67-й минуте азербайджанцы находились в меньшинстве, но при этом лидировали в счете 2-0. Беспроигрышная серия Байера во всех турнирах была близка к окончанию, но фармацевты боролись до самого конца. На 72-й минуте правый защитник Джереми Фримпонг после навеса с левого фланга отправил мяч первым касанием в дальний угол и сократил отставание до минимума. Шла третья компенсированная ко второму тайму минута, и Байер находился в шаге от вылета из Лиги Европы. К счастью для ливеркузенцев на помощь пришел нападающий Патрик Шик. Чех замкнул прострел с левого фланга и сравнял счет. После этого все шло к овертаймам, но развязка пришла гораздо раньше. Патрик не только вывел фармацевтов в четвертьфинал Лиги Европы, а еще и помог подопечным Алонсо сохранить впечатляющую серию без поражений. И тройку лучших камбэков этого сезона открывает довольно неожиданная игра. Матч итальянской серии А между Кальери и Фразеноне стал настоящим украшением этого сезона в европейском футболе. В 30-й минуте Кальери проигрывал 0-1 на своем поле, но мог сравнять счет благодаря заработанному пенальти. Вот только, к сожалению, футболист-хозяев не смог реализовать 11-метровый и попал в перекладину. После этого дела Кальери становились все хуже и хуже. На 37-й минуте нападающий Матиас Суле оформил дубль и удвоил преимущество Фразенона. А на старте второго тайма счет вовсе стал 3-0. Постарался Марко Брешианини, который бильярдно пробил в дальний угол с правого фланга. 3-0. Казалось, что Кальери сломлен и уже не сможет вернуться в игру, но эта мысль была довольно обманчивой. На 72-й минуте игрок Кальери, Гаэтана Арестанио, выдал потрясающий обводящий удар и сделал счет 1-3. Спустя 4 минуты полузащитник Антуан Макумбу обокрал соперника и точным выстрелом в угол сократил отставание до минимума. В 93-й минуте хозяева все еще не смогли сравнять счет, но на помощь команде пришел заработанный угловой. 35-летний нападающий Леонардо Павалетти после подачи стандарта выпрыгнул выше всех и отправил мяч головой прямо в девятку. До конца компенсированного времени оставалось менее 4-х минут, поэтому многие уже смирились с ничьей. Тем не менее, Павалетти не собирался останавливаться на достигнутом. На 96-й минуте Леонардо получил скидку головой от партнера, а затем с убойной позиции прошил голкипера и принес Кальери сумасшедшую победу. Этот матч и вовсе вошел в историю серии А. Впервые за всю историю чемпионата победу одержала команда, которая к 70-й минуте проигрывала 0-3. Да-да, такого в серии А не случалось никогда. Да, к слову, половину своих голов в этом розыгрыше серии А Павалетти забил именно в матче с Фразеноне. Болельщики были очень благодарны форварду, который входит в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. Второе место забирает сумасшедший матч между Челси и Манчестер Юнайтед на Стэнфорд-Бридж, который стал самым зрелищным в этом розыгрыше английской премьер-лиги. Синие не побеждали манкунянцев в рамках чемпионата с 2017 года, поэтому подопечные Маурисю Почеттино очень хотели прервать неудачную серию. Уже в 19-й минуте Челси лидировал в два мяча благодаря голу Конора Галлахера и реализованному пенальти Коула Палмера. Тем не менее, Манчестер Юнайтед сумел перевернуть игру с ног на голову. С 34-й по 39-ю минуту манкунянцы сравняли счет благодаря голам Алехандро Гарначе и Бруно Фернандеша. В середине второго тайма «Красные дьяволы» вовсе вышли вперед. Гарначе получил потрясающую передачу с правого фланга от Антони, а затем без проблем разобрался с голкипером Джорджи Петровичем. Во второй половине второго тайма у Челси мало что получалось. Шла седьмая компенсированная арбитром минута, и для Манчестер Юнайтед ничего не предвещало беды. Впрочем, вингер Челси, но не Мадуэке, заработал пенальти и подарил своей команде шанс на ничью. Палмер оформил дубль с 11-метровой отметки и, казалось, поставил точку в матче. Манчестер Юнайтед после пропущенного гола неудачно разыграл мяч с центрального круга, и Челси, совершив отбор, помчался в атаку. Синие едва не забили победный гол, но в итоге ограничились угловым. Палмер получил передачу рядом со штрафной площадью и решился на удар. Выстрел англичанина рикошетом от ноги Скотта Мактоминая залетел в сетку, и трибуны Стэнфорд-Бридж буквально взорвались от радости. Палмер оформил хэт-трик и, к тому же, принес Челси очень важную победу, которая прервала длительную серию без побед над Манчестер Юнайтед ВПЛ. Ну и на первом месте, без всяких сомнений, самый важный матч всего сезона 23-24. Мюнхенская Бавария и Мадридский Реал не смогли выявить победителя в первом полуфинале Лиги Чемпионов на Альянс-Арене. Игра завершилась в ничью 2-2, поэтому в ответной встрече на Сантьяго Барнабеу ни у одной из команд не было преимущества в счете. В Мадриде Реал и Бавария действовали очень осторожно, но при этом моменты были у каждой команды. Убедительная игра голкиперов не позволила счету размочиться в первом тайме. На 68-й минуте, когда ничего не предвещало беды, игрок Баварии Альфонсо Дэвис сместился с фланга в центр и вывел мюнхенцев вперед потрясающим ударом в дальний угол. Красная машина достаточно долго удерживала преимущество, но Реал боролся до последнего и в конечном итоге выдал классический для себя матч. На 88-й минуте Венисиус Джонер нанес далеко не самый сильный удар по воротам. Тем не менее, опытнейший Мануэль Нойер допустил ошибку и не смог зафиксировать мяч. Вышедший на замену нападающий Реала Хаселу оказался первым на мяче, после чего одним касанием сыграл на добивании и сравнял счет на 89-й минуте поединка. Этот гол сильно подпортил психологическое состояние Баварии. Королевскому клубу, конечно же, удалось этим воспользоваться. На 91-й минуте защитник Антонио Рюдигер прострелил на Хаселу, а испанец оформил дубль в пустые ворота. Арбитр сперва не засчитал взятие ворот, но после просмотра ВАР все же показал на центр. Чуть позже в поединке случился спорный эпизод. Судья Шимон Марчиняк дал свисток об офсайде раньше времени, чего делать нельзя с момента введения системы ВАР, и по иронии судьбы Бавария забила гол спустя секунду. Видеоассистент уже никак не мог вмешаться в эпизод, а поэтому матч был продолжен, и гол не засчитан. Тем не менее, мадридский Реал удержал счет и одержал историческую победу и вышел в свой шестой финал Лиги Чемпионов за последние 10 лет. Ну а этот камбэк за 4 минуты ввиду своей важности можно назвать самым лучшим в этом сезоне. Друзья, видео подходит к завершению, а это значит, можно блеснуть своими футбольными знаниями. В прошлом видео я задал вам вот такой фото-вопрос. И вот список случайно выбранных людей, которые верно на него ответили. Ну а теперь самое время попробовать ответить на новый фото-вопрос. Вы видите силуэты логотипов футбольных клубов. Ваша задача угадать все 4 лога, видя лишь их одноцветное контурное изображение. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, то оно, вероятно, вам понравилось. И поэтому я хочу попросить вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Этим действием вы поможете продвижению канала и будете получать уведомления самыми первыми. Ну а на этом я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране. Редактор субтитров А.Семкин